В Петропавловске продолжается масштабная дезинфекция домов и дворов в потопленных микрорайонах. Специалисты обрабатывают ранее затопленные территории, чтобы исключить распространение возможных инфекционных заболеваний. Помимо обеззараживания на местах также проводят дезинфекцию и дератизацию. С подробностями Нургуль Алина. Усиленная дезинфекция дворов и улиц в потопленных микрорайонах города стартовала еще в начале месяца. По словам коммунальщиков, обработка проходит в три этапа – дезинфекция, дезинфекция и дератизация. И, как отмечают жители, после наводнения подобные меры крайне необходимы. Хотим, чтобы нам обработали. Там нет ничего живого у нас. Дезинфекция, конечно, нужна. Всякие палочки, оно же приплыло, септики всплыли у людей. То есть это все грязь, это все микробы, все грибок от сырости. Я считаю, что это нужно. Площадь обработки в микрорайоне Подгора составила больше 20 гектаров. Среди обеззараженных зданий не только жилые дома, но и бизнес-объекты. Сегодня проводятся мероприятия по дезинфекции в микрорайоне Подгора. Сейчас работаем с объектами предпринимательства. Это многофункциональный мини-торговый центр. Дезинфекция будет происходить завтра. Дератизация будет послезавтра у нас по плану. Также обращаются местные жильцы. Обрабатываем их жилые помещения, кто пускает, кто не пускает. Тем временем в районе хромзавода продезинфицировали порядка 60 домов и около 20 дворовых территорий. Масштабная дезинфекция охватила и микрорайон Кирпичный. В работе применяются навесно-опрыскиватели, ранцевые мотопрыскиватели, также генераторы горящего тумана, автомашина ДУК. Работают 16 специалистов. Сроки окончания работ зависят от времени ухода воды, а также от погодных условий. В случае того, если они будут неблагоприятны, например, если будут осадки или ветер, работы будут перенесены. Работами планируют охватить 100% потопленных территорий. По словам специалистов, главная цель дезинфекции – исключить распространение инфекционных заболеваний. К слову, все мероприятия по обработке проводятся бесплатно.